Семейный бюджет требует введения расходов и доходов и один из самых затратных пунктов – покупка продуктов. В Тверстате ежемесячно проводят мониторинг цен на товары народного потребления. Замечают ли жители областной столицы их повышение или наоборот снижение? Этот вопрос мы задавали жителям города и вот что из этого вышло. Мне кажется, что периодически на какие-то небольшие суммы растут все жизненно необходимые продукты, которые в потребительскую корзину входят. В основном повышение на все товары. На какие группы товаров? Вот очень дорогой сахар почему-то. Был максимум 32 рубля, а сейчас 46. Растут, конечно, какой-то может быть разговор. Сказал бы так, во-первых, на все привозное увеличивается очень сильно. Из наших местных товаров больше всего, конечно, удивляют яблоки, вишни. На масло подсолнечное, на песок. Ну, это основное. На гречку, на крупное. Вопрос о том, как экономить деньги, актуален всегда. В первую очередь, чтобы ежемесячного дохода хватало на жизнь, а в перспективе, чтобы откладывать на какие-то другие нужды. Каждый человек по-разному формирует свой бюджет. Однако для того, чтобы сэкономить свои средства, многие жители Твери следят за акциями в магазинах и стараются приобретать товары со скидками. По своим деньгам смотрю, что возможно, то и беру. Вот печень трески, допустим, я ее не в состоянии взять за 200 рублей, там эту 250. Везде и всюду в магазинах есть акции. Это единственная надежда всех пенсионеров. Они каждое утро бегают по магазинам и внимательно изучают, где какая акция. Меньше тратить? Нужно поменьше есть, да? Так не получается. Желтые ценники, цена меньше на них. Покупаем на них, на желтые ценники. По данным Тверстата, заметного роста цен в августе и сентябре в регионе не наблюдалось. И связано это с тем, что в этот период цены традиционно замедляют рост за счет обилия свежей сельхозпродукции по окончанию сезона. Например, стоимость овощей, как правило, снижается. Это снижение вызвано насыщением потребительского рынка, товарами, как правило, сельхозназначения. Могу привести такие примеры, что за последние два месяца, август и сентябрь, цены на картофель снизились на 45%. На капусту свежую, белокочаную на 33%, морковь на 33%, также с небольшим. Огурцы подешевели на 8%. В зависимости от того, какую группу товаров приобретают покупатели, складывается их впечатление об уровне инфляции. Как рассказывают специалисты, существует два таких понятия – персонально и официально. Последнее рассчитывается по определенной методике. Если бы он покупал весь спектр товаров, 500 номинований, ему позволяли его доходы, бюджет семейный, тогда видение всех процессов ценовой ситуации были бы иные, абсолютно иные. Тенденции текущего месяца, как отмечают эксперты, показывают приостановку снижения цен и наблюдается их рост. Например, на овощи и фрукты, что впоследствии может отразиться на формировании общего индекса потребительских цен. Продолжение следует...